Вы смотрите программу «Утро в Петербурге» и самое время поговорить о правильном питании. Вася, вот что ты ел сегодня на завтрак? Да честно говоря, вот бутерброд, чашку чая, да больше ничего и не успел. В общем, всё. Вот значит, ты тоже в зоне риска. Начинается, Ксюша. Зря ты так, Вася, иронизируешь. Есть даже специальный термин в диетологии, он так и называется – синдром чая с бутербродом. Это когда человек отказывается от нормальной еды в силу разных причин и питается исключительно такими перекусами. Притом, в некоторых случаях это может говорить о ментальных проблемах, особенно у пожилых людей. Так, давай тогда разбираться в этом сложном вопросе, тем более, что у нас в гостях сегодня Инна Каноненко, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Инна, здравствуйте, мы рады вас видеть. Здравствуйте. Ну что же, правильно ли мы понимаем значение этого термина? Вот синдром чая с бутербродом звучит, честно говоря, аппетитно. Вроде бы безопасно. Термин именно соответствует тому, что вы сказали. И действительно, причины здесь могут быть и социальные, и физические, и психологические, которые приводят к тому, что человек начинает есть чай с бутербродами. Ну вот, казалось бы, бутерброды, перекусы – это все лишние калории. Но почему-то диетологи, наоборот, говорят, что у тебя какое-то прям недоедание и нехватка микро- и макроэлементов. А у нас часто такое бывает, когда сочетаются у одного человека, может быть, и болезнь избыточного питания, и недостаточного. С одной стороны, мы получаем избыточное количество калорий, но за счет чего это калории? Это простые углеводы, это трансжиры. А в данном случае человек не получит необходимое количество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, а также белка. То есть, получается, если человек будет нормальные приемы пищи, там, первое, второе, третье, завтрак, обед и ужин, заменять вот такими, казалось бы, простыми, может быть, даже очень вкусными, на первый взгляд, калорийными перекусами, то все равно не будет, скажем так, баланса правильных микроэлементов, и человек будет терять весе, и это приведет к действительно большим... А микроэлементов, наоборот, может набирать весе, но при этом у него будут дефициты. Да, он может набирать весе, но при этом у него будет саркопения, такое состояние, когда снижается количество мышечной массы. То есть, человек даже внешне может находиться как будто бы в нормальном весе, но при этом у него количество мышц будет снижено, а количество жировой ткани будет увеличено. Инна, а кто чаще всего в зоне риска? Молодежь или пожилые люди? Как правило, это пожилые люди. Это связано с тем, что они или уже имеют какие-то хронические заболевания, им сложно передвигаться, может быть, у кого-то даже инвалидизация, состояние, связанное с проблемами с зубами, у кого-то даже отсутствуют зубы, им сложно жевать какую-то еду. Часто пожилые люди принимают ряд лекарственных препаратов, которые могут вызывать снижение аппетита, апатию, тошноту, что тоже приводит к тому, что человек отказывается от нормальной еды. А вот о каких-то психологических проблемах это может говорить, вот этот симптом? Да, конечно, это состояние, когда человек может остаться один, потому что уже там дети выросли, уехали. Там лень готовить, например. Да, лень готовить. Или у кого-то просто не получается готовить, потому что болеют суставы, человек не может передвигаться, он не может что-то готовить на кухне. У кого-то действительно возникает депрессия, что я стал никому не нужной, и зачем я вообще что-то буду делать. Ну, получается, проблема даже больше из сферы диетологии переходит уже в такую психологию. Вот как мы, например, можем помочь своим родным? Приходить, я не знаю, готовить завтрак, обед, ужин? Или, например, приглашать в гости таких людей, которые действительно живут одни и не желают себе готовить что-то вкусное? Да, безусловно, мы можем их приглашать в гости. Мы можем им объяснять, что для того, чтобы лучше усвоить, переварить еду, можно делать какие-то котлеты, тефтели, фрикадельки. Это можно делать и с помощью мясорубки или блендером, какие-то пюре из брокколи, цветной капусты, из тыквы. То есть стараться разнообразить больше свой рацион, если человеку сложно живут. Ну, это сложная задача, конечно, заставить человека есть пюре из брокколи, когда он привык питаться бутербродами. А вот какая, к примеру, есть альтернатива? Ну, вот привык, ну, не то, что привык, стал любить это, да? Для пожилого человека, к примеру, если мы говорим, если ты тут же начнешь говорить, нет, нужно первый, второй компот, конечно, это вызовет протест. Тогда как можно подсказать своему близкому родственнику, какой сделать полезный бутерброд? Если мы говорим про полезный бутерброд, то в любом случае на нем будет не белый хлеб, а, например, это будет черный хлеб или, допустим, зерновой. Может быть, хлеб не обязательно из ржаной муки, он может быть из гречневой. Также можно сочетать разные виды. На нем должно быть сливочное масло, не маргарин. Обязательно тоже, потому что бывают такие ситуации. Не колбасы, не сосиски лучше, это чтобы был, да, или кусок сыра, и вот как у вас, например, там помидор, какие-то листья салата. Но, опять-таки, если у человека есть возможность жевать, это может быть вот красная рыба, как здесь есть у вас, это может быть... Даже отварная горбуша может тоже быть. Да, пожалуйста. Или отварная курица нарезанная, пожалуйста. Отварная индейка, может быть, муженина, то есть чтобы это был какой-то... Ну и важно, чтобы это не превращалось просто в постоянный рацион три раза в день. Вот одни такие бутерброды, даже если они очень полезные, они тоже в какой-то момент станут неполезными. А вот когда нужно уже точно отправляться к врачу или, например, близким своего родственника, все-таки отвезти к врачу, как к диетологу, так и, может быть, даже к психологу. Если мы видим, что у человека появляются какие-то заболевания, например, снижается иммунитет, он становится более склонен к простудным заболеваниям, снижается даже мышечная масса, какая-то дряблость кожи появляется, тогда мы уже понимаем, что у человека могут быть какие-то, не знаю, заеды в углах. То есть мы видим, что есть какие-то симптомы, связанные с дефицитом витаминов, микроэлементов, тогда такому пациенту лучше обратиться к врачу для подбора именно таблетированных препаратов или порошков и правильного рациона, в котором действительно будет более сбалансировано питание. Спасибо вам большое. Друзья, я напомню, у нас в гостях была диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.